Глава тридцатая книги пророка Исаии Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху, не вопросив уст моих идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием, потому что князья его уже в Цуане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них, не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Теперь пойди, напиши это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так, говорит святой Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Ибо так, говорит Господь Бог, святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме, ты не будешь много плакать, он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево. Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им, прочь отсюда. И он даст дождь на семя твое, которым засеваешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен, стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И волы, и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемера, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодование, и язык его, как огонь поедающий. И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным голосом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе, и в пламени поедающего огня, в буре, и в наводнении, и в каменном граде. Ибо от голоса Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый, и всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на него, будет стимпанами и цитрами, и он пойдет против него войною опустошительною. Ибо тафет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк. В костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. 31 глава книги Пророка Исаии Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не взирают и к Господу не прибегают. 32. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. 33. И египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не дух. 34. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. 35. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимен, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит. 36. Так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. 37. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. 38. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. 39. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. 40. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч истребит его. 41. Он убежит от меча, и юноши его будут податью, и от страха пробежит мимо крепости своей, и князя его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. 42. Глава 32. Книги пророка Исаии Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. 43. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. 44. Невежда уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный, ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. 45. У коварного и действования гибельные он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. 46. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. 47. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. 48. Еще несколько дней сверхгода, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. 49. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припаяшьте чресла. 50. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. 51. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равные на всех домах веселье в ликующем городе. 52. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, 53. Убежищем диких ослов и пасущихся стад. 53. Да коли не излиется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом, 54. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, 54. И делом правды будет мир, и плодом правосудия, спокойствия и безопасность вовеки. 55. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоящих блаженных. 56. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. 57. Блаженны вы, сеющие при всех водах, и посылающие туда вола и осла. 33. Глава книги Прока Исайи Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. 58. Господи, помилуй нас, на тебя уповаем мы. 59. Будь нашою мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное. 59. От грозного голоса твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена, 60. И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. 60. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою. 61. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. 62. Страх Господень будет сокровищем твоим. 63. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. 63. Опустили дороги, не стало путешествующих, Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. 64. Земля сетует, сохнет, ливан постыжен, увял, сарон, похож, стал на пустыню, и обнажены от листьев своих васан и кормил. 65. Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. 66. Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше огонь, который пожрет вас. 67. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. 68. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. 69. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. 69. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? 70. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. 71. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. 72. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. 73. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? 74. Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой, невнятной речью, с языком странным, непонятным. 75. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинью. 76. Стопы ее никогда не исторнутся, и ни одна верфь ее не порвется. 77. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. 78. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш, Он спасет нас. 79. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. 79. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж, и ни один из жителей не скажет, я болен. 79. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. 80. Субтитры создавал DimaTorzok 80. Субтитры создавал DimaTorzok 80. Субтитры создавал DimaTorzok